Семилетние малыши переступают порог школы и в течение 11 лет вторыми мамами для них становятся учителя. Они стараются научить ребят не только специальным дисциплинам и наукам. Они учат ребенка в первую очередь быть настоящим человеком, личностью и гражданином. Лучшие учителя Славянского района собрались на торжественном приеме в районной администрации, который прошел в канун главного праздника всех педагогов. Вот уже 25 лет Светлана Лях работает учителем в школе номер 43 хутора Барониковского. Быть педагогом – это мечта с детства, признается Светлана Викторовна, которая воплотилась в жизнь. Самой главной своей заслугой она считает своих учеников, которые побеждают на различных олимпиадах, проводят исследовательские работы и всячески ее радуют своими достижениями. По мнению Светланы Лях, каждый учитель должен обладать несколькими главными качествами. Самое главное, наверное, первое качество – это любовь к детям должна быть. Во-вторых, это, наверное, какое-то требовательное отношение к себе, потому что, скажем, если ты не знаешь, чего ты сам хочешь, то не сможешь это показать и доказать детям. И поэтому, как бы, детей я учу, что нужно стремиться к тому, вот ставить цель и стремиться добиваться этой цели. За заслуги в сфере образования ей вручили знак отличия «Почетный работник общего образования». Светлана Лях оказалась в числе лучших учителей общеобразовательных, музыкальных и спортивных школ, которые собрались за одним столом в районной администрации на торжественном приеме в районной администрации. Более 20 педагогов, действительно выбравших этот нелегкий путь по призванию, в теплой и радушной обстановке пообщались с председателем районного совета депутатов Григорием Литовко и начальником управления образования Виталием Титаренко. На счету педагогов немало побед. Их воспитанники не раз становились призерами различных олимпиад, успешно сдавали единые государственные экзамены, поступали в лучшие вузы Кубани и России. Григорий Литовко поздравил присутствовавших с наступающим праздником, поблагодарил их за каждодневный труд и пожелал здоровья, благополучия и творческих достижений. Я хочу вам пожинать здоровья, терпения, удачи вам, ну и, конечно же, чтобы вы им в дальнейшем прославляли наш район. А самая, наверное, главная благодарность для любого преподавателя – это достижения его учеников. Пусть дети радуют вас хорошими отметками, достижениями своими. Всего вам доброго, с праздником, с Днём Учителя! Настоящим подарком для виновников торжества стали выступления творческих коллективов, которые подарили своё творчество собравшимся. За всё тебя благодарю! За вдохновение и слезы! В завершении встречи лучшим учителям района были вручены благодарственные письма и ценные подарки. Тина Копачевская, Георгий Калинин, Константин Монастыренко, программа «События». Тина Копачевская, Георгий Калинин.